В пределе слабой связи можно вывести масть уравнения в форме Ленглада, да? Да, да. Ну, туда можно поставить, в общем-то, любую плотность, в том числе нервнометную плотность термостата. Получится что-то другой ответ или нет? Для конкретных данных проблем получится тот же самый ответ уже. Система получится, естественно, другой ответ. Нет, если вы будете подставлять другую, вы же ищите, вот покажите, четвертый или пятый слайд, где вы написали, что мы будем искать решение, что уравнение где-то вот, повыше немножко. Здесь нужно, знаете, так сказать. Ну, где вы ищите решение через функционал выражаете? Ну, нет, здесь. Вот мы в таком виде решили. Нет, нет, нет. Дальше, дальше. Дальше? Я, наверное, перебил, но я просто... Ну, да. Ну, если бы, в примере, когда получится другой ответ, если известный... Так вот, он выбирает, они выбирают специального типа функционал, то есть по существу уже выбирают форму решения. И в рамках этой формы решения у них это получают. Я бы еще спрашиваю. Восемь лет назад, в шестом году, мы с Рабицем, там, с Принстона, исследовали управление как раз с помощью неравновесного резервуара, вот, рассматривали оператор Глинбада и все так, ну, строго, то, что вы видите, для такого Глинбадена, вот, у нас есть уравнение, и брали туда неравновесный резервуар, вот, у нас есть уравнение, там он может зависеть от времени, там, и все это дело как бы исследовали. Вот, то есть, здесь то же самое получается, в этом случае. Да, легко обобщается на этот случай. То есть, в данном конкретном случае мы не делали, потому что у нас равновесный резервуар, но это легко исследуется. Но вы нам не показали, что это обобщается, да? То есть, вы написали, что оно обобщается, но в самом тексте нет. Обобщается, оно просто от времени, вот эту обратную температуру, просто мы ее от времени за вещей ставим и рассматриваем Глинбаден как релевантная еще одна переменная. Да, да. То есть, видно, что тот же самый ответ получается. А когда другой? То есть, когда, так сказать... Для более экзотических систем, то есть, это просто очень убогие системы, если вы хотите. То есть, допустим, для трехуровневой системы, да, вот, если мы вот так построим релевантную матрицу плотности, то ответы будут другие получаться совершенно.